10 февраля по всей России стартовала итоговая тестация 2021. Она началась с собеседования по русскому языку в девятых классах. В 9 утра стартовал экзамен и в Винновской школе номер 11. Все три девятых класса нашей школы сегодня проходят это мероприятие. 96 выпускников девятых классов у нас проводят сегодня итоговое собеседование. На каждого ребенка отведено примерно 15-16 минут. Протедура состоит из нескольких этапов. Это чтение незнакомого текста о выдающихся людях России. Это пересказ данного текста. Потом составление рассказа по сюжетным картинкам и собеседование. Сначала ребята находились в аудитории ожидания, откуда их по одному сопровождали на сам экзамен. Никита Найдин, ждущий своей очереди, хоть и готовился к собеседованию, все равно волнуется. Я на сайтах смотрел пробные, какие бывают. Все пробовал пересказывать и проверял себя по критериям, которые нам учитель давал. Уже прошедшие собеседования ребята говорят, самое сложное – пересказ текста. Нужно было просто уметь выделять главную часть из текста. Не все это умеют и не все понимают, что надо при этом делать. Я особо не волновался, так как у нас были до этого тесты. Тогда я плохо сдал, но я готовился и сейчас я сдал отлично. Я думаю, я сдал на положительную оценку. Я в себе, в принципе, уверен. Самым сложным, как по мне, это было второе здание, где нужно было пересказать текст. А самое легкое – это четвертое здание. У меня с ним никаких проблем не было. Нужно было рассуждать и отвечать на темы экзаменаторов. То есть у меня все хорошо с речью, я ответила хорошо. Успешная сдача собеседования по русскому языку – условие допуска к государственной итоговой аттестации. В случае неудачи ученику дважды дается возможность пересдать предмет. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok